Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Microsoft Virtual Academy и я, Георгий Гаджиев, эксперт по информационной инфраструктуре корпорации Microsoft. И мы с вами продолжаем серию треков, посвященную Windows 8 для IT Pro, для инфраструктурщиков. И в данном модуле мы сегодня с вами поговорим о том, как Windows 8 меняет возможности для работы практически из любой точки мира, с любого практического устройства. Необходимым условием, естественно, является наличие связи, каналов передачи данных, то бишь соединения с сетью интернет. Ну и, собственно говоря, мы сегодня в модуле посмотрим, какие новшества в этой области реализованы в Windows 8 и какие механизмы позволяют нам говорить действительно о том, что независимо от того, с какого устройства мы получаем доступ к своим данным, к своей учетной записи, мы испытываем абсолютно тот же опыт использования своей среды, поскольку у нас передаются параметры о настройках приложения, о том, как они размещаются, как отображаются, собственно говоря, иконки на рабочем столе, шрифты, фоновые рисунки, заставки, настройки наркосбережения, практически все параметры, которые являются частью профиля пользователя. Собственно говоря, если мы говорим с вами о том, как меняется отношение к вопросу продуктивности с точки зрения функционала и возможности Windows 8, то основная идея, которая закладывалась в реализацию этих функций Windows 8, она опиралась на тот момент, что все-таки работники становятся более мобильными, и, собственно говоря, они получают доступ к рабочему месту из различных удаленных точек, поскольку они много, собственно говоря, путешествуют, перемещаются по различным территориям, и, собственно говоря, им нужны очень гибкие и в то же время простые механизмы, которые позволяют получать прозрачный и интегрированный целостный доступ к своей рабочей среде. Обычно для таких задач используется VPN-соединение, но VPN может быть достаточно проблематичным решением с точки зрения вопросов удаленного доступа, поскольку с точки зрения пользуются это не всегда удобно, поскольку, собственно говоря, необходимо делать несколько шагов для того, чтобы получить все-таки доступ к своей среде, то есть через некоторый мастер практически пройти. Потом, собственно говоря, если у вас теряется соединение VPN, то соединение нужно заново устанавливать в случае обрыва, как правило. VPN также требует открытия определенных портов, да, и эти порты могут зачастую быть нестандартными, необычные, анти-секюрные, да, небезопасные. И HTTP на 80-м порту или HTTPS на обычном 443-м порту никто, естественно, в производственной среде не оставлять не будет, и поэтому в некоторых ситуациях, ввиду ограничений бренд-мауров, не представляется возможным подключиться к удаленным сервисам через VPN-соединение. Ну и, собственно говоря, с точки зрения политик безопасности, VPN подразумевает использование механизмов, которые фактически делают очень проблематично поддерживать устройство, с которым производится доступ, да, удаленный ПК в состоянии актуальном, с точки зрения обновлений и патчей, и с точки зрения вопросов администрирования, это дополнительные проблемы, которые VPN-соединения как метод, как подход создают. И, собственно говоря, еще в времена, скажем так, Windows 7, да, в редакции корпоративной Windows 7 Enterprise у нас с вами появилась новая функция, которая называлась Direct Access, и, собственно говоря, эта же функция появилась в соответствующей версии сервера, которая позволяет практически прозрачно и очень быстро подключиться в фоновом режиме к вашей корпоративной среде как альтернативный вариант подключения через VPN-соединение. При этом пробрасывается доступ абсолютно всех служб, которые у вас присутствуют на компьютере. Вы можете использовать корпоративное приложение коммуникатора типа Link, вы можете подключаться к удаленным серверам вашей компании Exchange, SharePoint, и, собственно говоря, эффект будет такой же, как CNVPN, только никаких лишних действий при этом предпринимать не требуется. То бишь, Direct Access более интеллектуальная функция, более прозрачная, она менее требовательна к каналам передачи данных, поскольку имеет немного другую структуру пакетов, которые она передает для подключения. Еще один очень важный момент, какой появился в Direct Access, если мы говорим с точки зрения Windows 8 и с точки зрения Windows Server 2012, это, собственно говоря, возможность использования текущей инфраструктуры коммуникационной, сетей передачи данных без необходимости реализации дополнительных адресаций на базе протокола IP 6 версии, IPv6, поскольку в предыдущей версии Direct Access это было необходимым требованием, то вместо того, чтобы реализовывать такую сложную инфраструктуру, но в базе Windows Server 2012 вы можете настроить обычный транслятор адресов IPv6 в версию IPv4, и, собственно говоря, тем самым гораздо больше упростить все вопросы и задачи, связанные с развертыванием инфраструктуры для предоставления доступа по металлу Direct Access. Также, что появилось очень интересного, появилась возможность использовать одноразовые пароли для получения доступа к вашей корпоративной среде. И, собственно говоря, появилось улучшение для поддержки широкополосных соединений. Собственно говоря, теперь широкополосные соединения классифицируются как измеряемые соединения, то бишь трафик по этим соединениям, объем данных, он измеряется, можно устанавливать политики. Это связано с тем, что, как правило, на большинстве тарифов широкополосного доступа есть ограничения. Конечно же, если у вас неполный анди, в этом случае смысла нет. Хотя, конечно, в любом случае, интересная функция, которая позволяет вести статистику по тому, сколько вы трафика потребляете именно через широкополосный канал, через 3G или 4G соединения. Так что достаточно много интересных функций. Ну и, конечно, Direct Access позволяет вам подключаться не только с ваших корпоративных устройств, но и с домашних. И, в свою очередь, наоборот, вы можете на рабочем устройстве держать подключение к своей папке SkyDrive, к сервису хранилища, хранения данных Microsoft, и где у вас может быть доступ, наоборот, к вашим личным документам, но при этом у вас будет происходить четкое разделение, да, скажем так, виртуализация ваших средств личных и корпоративных, которые вы используете для работы. Собственно говоря, давайте более подробно рассмотрим, как работает сервис Direct Access, и, в принципе, посмотрим, как он позволяет работать пользователям более эффективно. Ну, логика, как я уже ранее рассказывал, такова, что Direct Access подразумевает то, что он имитирует состояние всегда подключенного соединения, да, то есть как будто независимо от того, есть ли у нас физически сейчас доступ к нашим корпоративным данным или нет, пользователи всегда работают с ними таким образом, как будто он всегда подключен. И, на самом деле, вот механизмы, которые обеспечат это состояние всегда на связи, они достаточно прозрачные, и они никак вообще пользователям на глаза, скажем так, не попадаются. Сам же сервис с точки зрения бэкэнда реализован достаточно интеллектуально. Собственно говоря, определяется ближайший сервер, который находится к точке подключения, откуда у нас идет доступ, и, собственно говоря, служба Direct Access старается переводить это соединение на этот сервер. Во-вторых, с точки зрения безопасности можно использовать многофакторную аутентификацию, то есть сочетать различные методы, допустим, можете использовать встроенный TPM-модуль и упрощенные одноразовые пароли для входа в систему. Вот, пожалуйста, вам уже два типа аутентификации, которые можно сочетать. Вы можете также сочетать биометрический метод, смарт-карты, какие только угодно методы аутентификации, которые поддерживаются, собственно говоря, Windows 8. Ну и также вы можете управлять, собственно говоря, средами, через которые у нас происходит доступ посредством Direct Access, удаленный через Direct Access Media Manager. Далее давайте мы с вами поговорим, как Direct Access позволяет нам получить преимущество с точки зрения развертывания управления и масштабирования. Как я уже сказал, Direct Access можно использовать с текущей сетевой инфраструктурой, которая не требует модификации до инфраструктуры с поддержкой IP шестой версии. С точки зрения управления у вас есть унифицированная консоль управления, которая позволяет одновременно работать как с VPN-соединениями, так и с соединениями Direct Access. Также есть возможность настроить политики таким образом, что вы можете произвести полностью оффлайн-развертывание и присоединение к домену устройства, с которым у вас будет происходить доступ. И, собственно говоря, масштабируемость самого сервиса, службы Direct Access для обеспечения множества одновременных подключений не вызывает никаких проблем. Сам мастер достаточно простой, буквально в 4 шага позволяет вам настроить соединение Direct Access и, собственно говоря, очень легко его из той же консоли масштабировать до необходимых вам значений. Также с точки зрения безопасности Direct Access является одновременно надежным и гибким средством, которое для простых, допустим, развертанных простых внедрений не требует наличия инфраструктуры сертификатов. Но, в принципе, если у вас крупная среда с использованием сервисов Direct Access прямого доступа, то вы, конечно же, должны использовать, скажем так, сертификаты для безопасности ваших сервисов. Ну и еще один очень интересный момент – это то, что Direct Access можно интегрировать с политиками NAP, Network Access Policy, то есть политиками сетевого доступа. И, собственно говоря, тем самым поддерживается удаленные клиенты, с которых производится доступ всегда в актуальном состоянии. И пока у нас, собственно говоря, клиенты не будут в актуальном состоянии, не предоставлять им доступ к ресурсам в корпоративной сети. Собственно говоря, очень удобная модель, которая позволяет автоматизировать и гарантировать уровни безопасности и, собственно говоря, целостность данных в корпоративной среде. И, собственно говоря, как я уже сказал, развернуть Direct Access достаточно легко интегрировать с NAP. Тоже особых проблем это не составляет, но результат, конечно, очень ощутимый и колоссальный получается ввиду того, что очень много рутинных операций, которые ранее приходилось реализовывать, множеством различных продуктов в сочетании. Теперь можно достаточно легко сделать из-под одной консоли, из-под одного инструмента управления. Собственно говоря, дальше немного поговорим с вами про широкополосный доступ по улучшению платформы, в общем, которые произошли. Ну, с точки зрения широкополосного доступа, как я уже сказал ранее, широкополосный доступ теперь, собственно говоря, все у нас с вами 3G, 4G модемы. Симочки, которые вставляются в ноутбуке, классифицируются как измеряемое соединение, метод коннекшнс и, собственно говоря, для этих типов соединений можно задавать ограничения по объему трафика на уровне системы Windows 8 и тем самым экономить трафик, который у нас с вами и так обычно достаточно ограничен на таких типах соединений. С другой стороны, приложения, которые используют соединения с интернетом, приложения Windows 8, они, скажем так, умные, интеллектуальные, и когда вы, собственно говоря, находитесь на измеряемом соединении, приложения стараются в минимальных объемах потреблять трафик для обеспечения своих функций без избытка, то бишь снижаются частоты интервала синхронизации с ресурсами, которые находятся где-то удаленно в сервисе, то бишь с сервером. И также еще один очень важный момент, то что есть список каких-то некритичных обновлений, которые желательно, чтобы они присутствовали в системе, но они являются необязательными. Эти обновления можно отдать на контроль пользователя. Допустим, это могут быть обновления каких-либо компонентов оборудования или сторонних программ, которые он использует для своей работы, которые не попадают в общую область, в общий спектр используемого ПО на инфраструктуре предприятия. То бишь, если мы с вами говорим об улучшениях с точки зрения самой платформы, то у нас с вами, собственно говоря, можно перечислить. Следующий фактор у нас с вами минимизируется активность соединения, то бишь, для того, чтобы получить доступ к необходимым данным, при включенном измеряемом соединении у нас с вами, в общем, подсылается минимальный набор пакетов для этого необходимым, без избыточных данных. Также платформа, в общем, понимает, когда она подключена к удаленной сети, когда она находится, допустим, в открытой сети, какой может быть домашняя сеть, поскольку она имеет доступ к интернету, и в Windows 8 на уровне платформы есть механизмы, которые блокируют возможность случайного пересечения сетей для предотвращения утечки данных. Ну и, собственно говоря, появились некоторые новые механизмы для более эффективного контроля беспроводных соединений. В частности, появилась возможность включения режима нахождения в самолете, то бишь, единой кнопки, которая отключает все беспроводные соединения, то бишь, это будут соединения и Wi-Fi, и 3G, и Bluetooth, и, собственно говоря, кнопка, это она софтвердная, она не аппаратная, то бишь, здесь нет необходимости в каком-то переключательном на аппаратном уровне, то есть, фактически, все это реализовано на уровне драйверов компонентов операционной системы, которые обеспечивают доступ к среде передачи данных. Также, далее давайте с вами вспомним про такую интересную функцию BranchCache, которая у нас появилась еще в Windows 7 и, собственно говоря, Windows Server 2008 R2, которая фактически предназначалась для компаний, которые имеют территориально распределенную инфраструктуру, и, по сути, это программный компонент, который призван заменить собой достаточно дорогостоящие аппаратные решения в области оптимизации трафика для широкополосных соединений и, в общем, для WAN-трафика, то бишь, так называемые дедубликаторы трафика, потому что фактически BranchCache – это некоторая интеллектуальная система, которая служба представляет собой службу кэширования данных пользователя, при этом с точки зрения доставки контента сама система, она позволяет нам организовать доступ таким образом, что сами необходимые данные, которые закэшированы, находятся как можно ближе к пользователю, то бишь, тем самым с ним снижается время ожидания, поскольку для бизнесов, в первую очередь, самым критичным фактором является эффективность работы сотрудников, которые обрабатывают данные и выполняют свои бизнес-функции. И, естественно, многочисленные оптимизации, которые позволяют говорить нам о том, что с точки зрения опыта использования клиентской операционной системы сотрудник не замечает разницы, работает ли он в удаленном офисе или в центральном офисе, и есть у него серверная инфраструктура для этого или нет, он все равно работает эффективно, без каких-либо дискомфортных ощущений. Также, среди прочих улучшений, которые появились в Brunch Cache для Windows 8, это уменьшение размера блока по сравнению с предыдущей версией, что позволяет снизить требования к каналу передачи данных, то бишь, он может быть еще менее производительный, это, конечно, нежелательно, но все-таки. Помимо этого, Brunch Cache позволяет интеллектуально анализировать тип данных, которые передаются между головным и удаленным офисами, и сжимать их по мере возможности. Также при этом BitLocker используется для шифрования кэша, что гарантирует безопасность кэшируемых данных и предотвращает течку информации. И с точки зрения масштабируемости, естественно, масштабируемость самого сервиса увеличена. Также в сочетании с функциями Direct Printing, да, да, прямой печати, собственно говоря, Brunch Cache в этой роли позволяет также ускорить время с момента отправки запроса на печать со стороны пользователя удаленного офиса до исполнения своей печати, поскольку запрос именно с точки зрения логической операции, он отправляется на сервер печати, а сам документ, который не вхудшим печать, он без лишних, скажем так, путей, без лишних пересечений напрямую идет сразу на печать на принтер, который, собственно говоря, обрабатывает данное задание. И это также и разделяет трафик, да, оптимизирует полосу пропускания, а во-вторых, позволяет также ускорить процесс печати документа. С точки зрения того, каким образом реализован сам кэш в данной технологии, у нас с вами есть два механизма. Это, собственно говоря, distributed cash, да, общий кэш, точнее, прошу прощения, не общий, а раздаваемый, дистрибьюруемый кэш, который подразумевает, что у нас с вами в удаленных офисах нет полноценной серверной инфраструктуры, и все кэширование происходит на локальных системах клиентов. И, собственно говоря, есть режим hosted cash, да, хостируемого кэша, который подразумевает то, что у вас в удаленном офисе присутствует определенная серверная инфраструктура, которая позволяет централизованно хранить всю информацию, которую, собственно говоря, необходимо хранить в самом кэше службы branch cache. И, собственно говоря, также очень интересный момент – это то, что механизмы оптимизации трафика и дедубликации доступа, дедубликации трафика, которые у нас используются в механизмах branch cache, они с точки зрения алгоритмов схожи с механизмами дедубликации данных, которые появились в Windows Server 2012, и в сочетании эти функции дают очень ощутимый эффект с точки зрения именно объема занимаемых данных в самом кэше, то бишь фактически функция branch cache является очень высокоинтеллектуальной в новой ревизии и позволяет действительно сильно ускорить доступ к данным, повысить масштабируемость и при этом еще и сэкономить занимаемое пространство по сравнению с предыдущей версией. Также, если мы с вами говорим с точки зрения опыта использования Windows 8 и в общем взаимодействия с корпоративной средой данных с различных устройств, то, собственно говоря, у нас с вами получается следующая ситуация. Когда мы с вами используем все возможности и продукты Microsoft для оптимизации именно опыта конечных пользователей, проработать с системами эти продукты, как MDOB, Microsoft Desktop Optimization Pack, в которые входят такие компоненты, как виртуализация опыта пользователей, пользователи User Experience Virtualization, UEV, то, что видите на слайде, в сочетании с механизмами перенаправления папок, folder-редирекшн, который позволяет нам централизованно и непрерывно получать доступ к своему профилю и своим документам. И, собственно говоря, в сочетании с виртуализованными приложениями на базе платформы AppV, которые также входят в MDOB пакет и в семейство System Center 2012, SP1. Приложения могут распространяться как приложения на сервере терминалов Remote Apps, так и отдельные контейнеры. И, собственно говоря, позволяют нам очень эффективно использовать инфраструктуру. А именно это происходит следующим образом. У нас с вами происходит следующая ситуация. То бишь, пользователи все чаще переключаются между различными устройствами с ноутбука, с домашним компьютером, за временный компьютер. И поэтому вся проблема стоит в том, чтобы каким образом перенести все данные пользователя его приложения, его персональную информацию с одного устройства на другое. И, собственно говоря, когда мы с вами используем также перенаправление папок, собственно говоря, мигрируемые роминговые профили пользователей, сочетание с работой с автономными файлами и папками, встроенным функционалом Windows. Мы, используя все эти компоненты вместе, позволяем на самом деле добиться реального опыта использования незаметно от того, находимся мы подключены к нашему офису или нет. Поскольку, как только мы, допустим, зашли в систему, ввели свои данные, каким-то образом поменяли настройки своего представления, свои среды, с одной стороны, эти данные, они, поскольку синхронизируются централизованным сервером, остались на сервере, с другой стороны, они остались в локальном кэше профиля пользователя. И пока мы, собственно говоря, не подключимся к сети в следующий раз, до следующего момента синхронизации, эти данные о параметрах локального кэша будут, собственно говоря, сохраняться и потом синхронизируются центральным сервером. Точки, также с точки зрения доступа приложения, мы можем получить доступ к вертализованному приложению AppV. и оно будет, собственно говоря, потоковым методом загружено на целевое устройство, в случае отличения от сети, оно также останется в локальном кэше профиля пользователя, и так даже до следующего подключения. То есть он будет загружено, запущено в кэше, вы будете с ним работать, и в следующий момент подключения синхронизации сети, вы все данные свои передаете обратно в сеть. То есть таким образом будет реализован механизм вот такого виртуального непрерывного доступа, скажем так, к данным. И самый важный момент, конечно, то, что этот механизм работает прозрачно для пользователя. И немного подробнее про, собственно говоря, как работают механизмы, которые обеспечивают нам все те преимущества, которые рассказывают, что как работает перенаправление папок, да. Ну, собственно говоря, вы фактически настраиваете в профиле пользователей в вашем домене путь к профилю. Это, если мы с вами говорим про перемещаемые профили, да, тоже один из компонентов, которые сочетаются в перенаправлении папок. И, собственно говоря, перенаправление папок вы настраиваете также в групповой политике для определенного контейнера, который вам необходим. Все достаточно просто. То есть сначала вам нужно сделать общую папку, дать к ней права доступа, ваши учетные записи и, собственно говоря, настроить групповую политику для перенаправления папок. Собственно говоря, такой подход позволяет получить непрерывный доступ к данным, независимо от того, какое устройство вы используете, уменьшить размер локального профиля и получить централизованный доступ к управлению документами и тем самым упростить, конечно же, процессы резервного копирования данных пользователей. И еще раз процесс создания перенаправления папок. Создание сначала сделаете папку, делаете ее общей, настраиваете ей права доступа, позволяете аутентифицированным пользователям создавать папки только в корневой интеракторе нашей общей папки и даете полный контроль, full контроль уровень доступа создателю-владельца данной папки и, собственно говоря, под папок и файлов. После этого, говоря, настраиваете перенаправление папок в групповых политиках и, собственно говоря, вы можете ограничить область действий групповой политики используя механизм фильтрации WMI, который позволяет вам привязывать объекты групповой политики к специфическим организационным подразделениям службы каталогов Active Directory. Далее давайте с вами немного поговорим про виртуализацию опыта пользователя, далее опыта использования операционной системы Windows, не обязательно Windows 8, да, и, собственно говоря, здесь очень важный момент играет именно то, что фактически, когда мы говорим с вами о виртуализации опыта использования, это говорит о том, что мы сохраняем все настройки, все параметры реестра наших с вами приложений, которые установлены, и также их мигрируем по тем устройствам, которые мы с вами используем. То бишь, вы можете перерационализировать саму Windows-приложение, вам не нужно каждый раз перенастоять приложение, если вы подключаетесь с разных устройств, и, собственно говоря, синхронизация также умная и интеллектуальная, она выборочно синхронизирует только необходимые данные, что приводит к быстрой загрузке. Собственно говоря, работает виртуализация средопользователя достаточно простым образом. Вы указываете также путь к шаблонам приложений, которые у вас находятся в системе. И причем эти шаблоны есть по умолчанию, которые поставляются с компонентами UEV, которые также интегрируются с Configuration Manager и System Center Configuration Manager, и, собственно говоря, технологиями виртуализации рабочих мест Windows Server 2012, ну и с прочими реализациями клиентского доступа и клиентской среды на базе продуктов Microsoft. И, собственно говоря, очень важный момент – это то, что наше приложение и устройства, с которыми мы пользуемся, могут быть различны. Это может быть одно и то же приложение, но в первом случае оно установлено на Windows 7, во втором случае оно установлено на Windows 8. и это может приводить к использованию различных веток реестров, различных путей, параметров, прочих вещей. И смысл в том, что нужны некоторые механизмы, которые могут не перепутать настройки, то бишь с одной стороны отделить их, чтобы они не путались, с другой стороны нужны некоторые интеллектуальные механизмы, которые определяют ту операционную систему, то устройство, с которым мы производим доступ и подставляют нам правильные настройки работы приложений. И как раз-таки именно это и делает данный компонент. Он позволяет реализовать функционал. В любом случае, если какие-то изменения в системе происходят, они приводят к состоянию работоспособности. Департамент IT может в любом случае откатить, отменить эти изменения. Ну и, собственно говоря, как я сказал, эта замечательная функция интегрируется с продуктами типа Configuration Manager, решениями для виртуализации рабочих мест и, собственно говоря, управляется очень легко как из Configuration Manager, так и из Windows PowerShell. Configuration Manager, естественно, User Experience Virtualization достраивается как Pack, DCM, Design Configuration Management, то бишь управление желаемой конфигурацией нашей с вами инфраструктуры и вот интеграция, в том числе и компонента UIV, позволяет получить целостный доступ и более гибкий и плотный контроль за пользовательскими средами. Следующий компонент, про который более подробно хотелось бы рассказать, это виртуализация приложений Microsoft с помощью компонента Microsoft AppV. Ну, собственно говоря, Microsoft AppV является встроенным компонентом в пакет Microsoft Desktop Optimization Pack и он был обновлен до пятой версии, именно компоненты AppV с выходом Windows 8 для поддержки последних функций новейшей операционной системы. В принципе, с точки зрения работы механизмы не изменились, расширения приложений остались те же характерные для AppV, только уже поведение самих приложений, но напоминает больше приложений, которые установлены локально на систему, поскольку используются нативные параметры реестров и файловой системы, именно которые использованы в момент захвата без их подстройки под ту среду, в которой она запускается. Ну и, собственно говоря, теперь приложения AppV работают таким образом, что им нет необходимости в использовании общего сетевого тома, сетевой папки, подключаемой как диск, для обеспечения своей работоспособности. Ну и, собственно говоря, увеличены возможности с точки зрения совместимости, еще большее количество приложений возможно виртуализовать с AppV, вывоз поддержка Office 2013, его также можно виртуализовать. И с точки зрения управления теперь есть возможность направить как виртуальную физическую инфраструктуру для доставки приложений AppV через единый веб-интерфейс. Можно также образовывать группу подключений для приложений с помощью инструментов Windows PowerShell, которые также позволяют строить эффективные сценарии автоматизации, позволяющие развертывание и работать с приложениями в виртуализованной AppV. Ну и, собственно говоря, если мы с вами заговорили про управление, то у нас с вами есть все инструменты для унифицированного управления, инструмента, независимо от тех устройств, которые мы с вами используем. Мы можем с вами получать доступ к приложениям со множеством различных устройств, мы можем использовать также механизмы облачного управления нашими устройствами пока на базе Windows с помощью компонентов Windows Intune. Об этом чуть подробнее, чуть-чуть попозже. Полноценный отдельный курс по Windows Intune в ближайшее время также появится на MVA. И также вы можете получить более расширенную модель управления при помощи пакета DOP, который предназначен для корпоративных средств. То есть, в принципе, в зависимости от ваших задач и целей вы можете использовать различные методы управления, а также их сочетания для получения более полной картины ситуации, которая у вас происходит на предприятии. Собственно говоря, инструментами централизации управления, также обеспечения безопасности данных является приложение System Center Configuration Manager, также компонент, который был раньше в смесье Forefront Endpoint Protection, ну и в сочетании с механизмами групповой политики. Собственно говоря, возможности классификации заданий различных политик и ограничений накладными возможностями продуктов в зависимости от типа устройств позволяют также существенно более гибко подходить к вопросу о предоставлении доступа и рабочих средств пользователей, которыми осуществляют доступ к корпоративным данным. И, конечно, очень важно понимать, что независимо от того, какие типы приложений у нас с вами используются, виртуализованные, которые стримятся, которые устанавливаются с помощью MSI-пакетов, у нас это с вами с точки зрения пользователя никакой разницы не представляет. У него этот опыт прозрачный. Windows Intune Компонент такой облачный, то есть облачное управление для Windows-устройств. Облачность заключается в том, что Windows Intune это полностью облачный сервис. Прошу прощения за много облаков сейчас. По сути, преимущество данного решения заключается в том, что он не требует собственной инфраструктуры. Оно позволяет произвести процессы, инвентаризации и управления состояниями наших устройств на базе Windows, проверить требования с точки зрения нормативов безопасности, с точки зрения обновления. Их можно также провести с помощью Windows Intune. Но, с другой стороны, конечно, Windows Intune можно не только использовать в том случае, если у вас нет своей инфраструктуры, но и, собственно говоря, интегрировать с Configuration Manager для получения более полного контроля над устройствами и компонентами. И поскольку решение облачно, управлять этой инфраструктурой можно практически откуда угодно. Ну и напоследок немного поговорим про возможности расширенного управления с Microsoft Desktop Optimization Pack. Фактически, это тот инструмент, который позволяет автоматизировать все задачи. и прошу прощения, которые у нас с вами возникают при работе с приложениями и при предоставлении гибкого и повсеместного доступа к нашим ресурсам. Вы можете использовать механизмы Windows PowerShell 3 версии для автоматизации данных задач и создачи рабочих потоков. Также вы можете использовать групповые политики для применения настроек рабочего столя. Вы можете применять настройки групповых политиков удаленно, уточнять статус репликации групповой политики по контроллерам домена вашего домена или леса, в частности. И, собственно говоря, эти механизмы позволяют сократить количество инструментов, которые необходимы для того, чтобы посмотреть производительность и как у нас обстоят дела с пользовательскими средами. Продуктивность у нас также с вами сохраняется. Компонент DART, Diagnostics and Recovery Toolkit, который входит в пакетном дом, позволяет в очень широких сценариях работать с операционной системой Windows 8 по вопросам восстановления и, собственно говоря, безопасности данных в случае возникновения такой ситуации. Есть возможность сброса всей системы по нажатию кнопки питания, причем система будет сбросана до своего изначального состояния, как будто я только что установил без приложения. А с другой стороны, есть возможность, скажем так, не сбросить, но освежить систему, сделать рефреш. Это фактически привести систему в изначальное состояние, но без форматирования диска, без уничтожения пользовательских приложений Windows 8, без уничтожения остройок эти все вещи, собственно говоря, нам остаются. Ну и, конечно же, как я сказал, все компоненты могут сочетаться с помощью механизмов PowerShell и использования групповых политик в части инструмента IGPM, Advanced Group Policy Management. И, конечно же, как я рассказал немного ранее, это инструмент DART, который позволяет автоматизировать и ускорить процесс восстановления рабочих мест в случае возникновения неисправности. Итоги. В данном модуле мы сегодня с вами кратко поговорили о том, какие изменения коснулись Windows 8 широкополосного доступа, как был переработан и доработан механизм прямого доступа Direct Access, как была доработана функция кэширования branch cache для территориально распределенных предприятий, что такое виртуализация приложений, как она представлена с помощью нашего компонента AppV. И познакомились также еще с очень интересным видом виртуализации, виртуализация опыта пользователей User Experience Virtualization и также механизмы перенаправления ПАПа как одного из компонентов и виртуализации среды пользователя, и виртуализации его опыта, и тем самым в итоговой цели доставка единого опыта использования клиентской операционной системы, в частности Windows 8, независимо от типа нашего устройства, которое у нас является точкой для доступа к приложению. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Георгий Гаджиев, Microsoft Visual Academy, и до новых встреч на пути обучения. Спасибо и всего доброго.